Бронислава Каган. Когда началась война, я жила с родителями в Смоленске, с мамой, с папой и сестрой Зинаидой. Мы как-то восприняли начало войны спокойно, потому что мы не представляли ничего. Но когда буквально через несколько дней у нас уже были беженцы из Минска, как мы близко от Минска находились, мы поняли, что это такое за война. Мы начали бомбить город. Мы спрятались под землей, такие были бомбоубежища, как там называют. Наш дом, где мы жили, там несколько семей жило, начал гореть. Правда, еще успели немножечко погасить огонь, но мы уже видели, что надо бежать. Практически кое-что еще успели там захватить, потому что наша квартира была еще цела. И мы со многими людьми была организована эвакуация. Посадили нас на такие открытые платформы. Благо было еще тепловато уже было. И мы летели, и мы ехали. Куда, что, мы толком не знали. Мне было 13 лет. Я запомнила кое-что. Когда мы сначала бежали до вокзала, женщина несла в руке как бы ребенка. И все время качала его, чтобы он не уснул. Потом была какая-то остановочка небольшая. И когда мы остановились, увидели, что место ребенка она захватила на стенные часы. То есть мне как-то это запомнилось. Это в таком она уже была состоянии, что она это сделала. Запомнилось мне еще как нашу платформу, в которой мы сидели, открытые платформы такие, бомбили. И рядом с нами сидел мужчина один. Мы успели все спрыгнуть каким-то образом. А мужчина один остался. У него не было обоих ног. Я не помню, не знаю, с кем он там ехал, но он, конечно, не мог спуститься с платформы. Тогда мои родители схватили его за руки и посадили на землю. Дальше уже ничего не знаю. Потом какие-то гудки, и мы ехали. Потом нам сказали, что везут нас в Тамбовскую область. Привезли в Тамбовскую область. Там город Кирсаново, это я хорошо помню. Там произрастал табак. Дали нам какую-то площадь, я в тумане, все это. И мы ходили работать на этих плантациях, так называемых. Это было нелегко. Потом нам сказали сновиться в очередь. Туда очень много приехало эвакуированных. Естественно, было все сложно. И нам наливали суп. Мы с удовольствием его ели. И, в общем, жизнь была не из легких. Потом была вторая эвакуация. У моего папы была сестра, которая еще до войны уехала в Среднюю Азию, в город Ташкент. Она была там большим человеком, медиком. Муж у нее был профессор. И они нас вызвали. У них были свои соображения, так как там уплотняли в квартирах. А у них была своя большая квартира. Какой-то год? Это был... Примерно? Наверное, сейчас война в 41-м. Это было в 42-м году. В 42-м году? В 42-м, я не помню. Не знаю ничего. Но не в начале года. И они нас разыскали, видимо, или что, и вызвали для того, чтобы им не поселили чужих людей. Своими легче всегда разделываться. И мы у них жили. Там я кончила школу. Это была узбекская школа. Один класс был русский. Русскоязычный, как мы сейчас называем. Когда я кончила школу, мой любимый предмет, это была математика, я поступила. Я кончила школу с медалью. Первый год была как раз медаль. И я поступила в педагогический институт. Когда освободили Смоленск, мои родители, естественно, решили вернуться туда. Потом я вернулась сама. Помню, трудно мне было из средней азии добираться до Смоленска. Опыт такого не было. Где-то на последней полке, помню, я валялась. Там плакала. Хоть я уже была взрослая. Вернулась в Смоленск. И, так как у меня уже был диплом, Кем вы всю жизнь работали? Начала учить. Я работала учитель математики в школе. В Смоленске я поработала... Нет, институт я закончила в Смоленске, последний курс. Вот, последний курс, диплом я получила уже в Смоленске. После этого я поехала, отработала. Положено, три года было так. Три года надо было отработать. Отработала три года. У меня двое детей. Две дочки, близнецы. Им сейчас 158 лет. Есть внуки, есть правнуки. Все у нас, у всех высшее образование. Все работают. Я бы сказала, довольно прилично. Как вы переехали в Израиль вместе с ними? В Израиль. Нас подстегнули. Мы не хотели ехать. Мы строили дачу. Люди ехали, мы строили дачу. Нас подстегнула радиация. Мы ее очень боялись. То есть вы около Чернобыля? Около Чернобыля. Моя внучка, как раз, внучка, которой сейчас 28 лет, она родилась в то время там. И вот нас подстегнула радиация. И как говорят, все едут. И мы едем. Как вам в Израиле? В Израиле, когда мы приехали в Израиль в 90-м году, вы уже слышали, знаете, что начали приспосабливаться, кто как мог. Дети мои лично все пошли по одному пути. Они пошли учиться. Они инженеры. В маму. Вот, они пошли учиться, изучать язык. День и ночь учили язык. Трое внуков я с ними возилась. Ну, приходилось немножко подрабатывать здесь. А теперь так все нормально. Расскажите, пожалуйста, вот Шимона вы, наверное, тоже знаете? Да, Шимона. А как вы связаны? Как вы лично связаны? Какую помощь она вам оказала? Я вам хочу сказать такую вещь, что когда я здесь поселилась, это уже 16-й год, из них 15 лет я здесь работаю. Вот, раньше Лиза работала, теперь я работаю, мышлемой. И он как-то пришел. Нет, не он пришел, кто-то из женщин шел, по-моему. Нет, он здесь на территории, за калиткой, за нашей. Открыл столовую. Открыл столовую. Причем такую общественную, такую для людей, которые плохо обеспечены. Ясно. Ну, вы, пожалуйста, продолжите. А я с вами уже... И мы узнали, что это столовая. Они пришли к нам. Он пришел к нам и сказал, что можно приходить. Так как мы тоже здесь считаемся не самыми обеспеченными. И начали люди приходить. Приходить. Они там, не знаю, как они это организовывали, но у них эти обеды были. Приходили туда, и я приходила, и все приходили. Вы оцениваете эту помощь? Да. Это не только оцениваете, это очень большая помощь. Даже очень. Вообще Шимон, он молодец. Он нам подарки привозил в первое время. Прямо всем до единого ящики с продуктами. Приглашал на всякие... На все мероприятия он приглашал. На праздники религиозные. Где только можно, когда приезжали из других стран. Вот, привозили в Азарьке, он открывал нам все. Понятно. Последний вопрос, который я всем задаю. Мне очень интересно знать ваш секрет жизни. Есть ли он у вас? Мой секрет жизни? Ну, я не пессимист. Я считаю, что я немножко оптимист. Вы математик и не пессимист. Я математик. Я люблю людей. И испытываю большое удовлетворение, если я могу кому-то чем-то помочь.